Дай почитать. Петербург уникален, загадочен и многослойен. А ведь где-то в параллельном измерении призраки прошлого бродят мимо особняков, дворцов, доходных домов, из окон которых доносятся то стихи поэтов Серебряного века, то ритмы вальса, то метроном блокадного радио, то шум коммунального быта. Старинные дома – свидетели судеб. Они хранят множество историй. 37 домов и 37 разных историй. Доходный дом Фёдорова по улице Марата, 20, 1879 года постройки. Именно в нём жил профессор ЛГУ, известный учёный мирового значения Владимир Яковлевич Проб, чья знаменитая работа «Морфология волшебной сказки» стала одним из основных исследований фольклористики и структуры народных преданий и популярна до сих пор. В этом доме он пережил свою пятилетнюю опалу по разгоравшейся тогда борьбе с космополитизмом. Пострадали и те, кто поддержал «Морфологию волшебной сказки» – Виктор Жермунский и Борис Эйхенбаум. Но к концу 50-х годов Проб получил заслуженное признание и в советской, и в международной фольклористике. За 10 лет до своей смерти 65-летний учёный получил просторную квартиру и полуподвал на Марата, бывшая швейцарская, лишился своего знаменитого филолога. Мы побываем в особняке княгини Долгоруковой, в здании 12 коллегий, в доме князя Вяземского, в здании общества поощрения художеств и в доме Ощербатого. А ещё мы станем свидетелями триумфа Дмитрия Шостаковича, узнаем судьбу дочери Александра Пушкина, ставшей прообразом Анны Карениной. Вместе с Константином Паустовским послушаем «Марлен Дитрих» 16+. Дай почитать.